Нижние власти Армении перестарались так, что широкие территории Армении передали в распоряжение азербайджанских войск. Это сепаратные зельки между Пашьяном и Алиевым. Нам отрежут дорогу в Иран. Где-то порядка 85-90% не верят Пашьянам. Мы не против мира. Но Азербайджан должен понимать, что есть граница. Здравствуйте, господин Баградян. Мы беседуем с бывшим премьер-министром Армении Грантом Баградяном. Вы начали новое движение объединения. Мы находимся в городе Капан. Что вы видели по дороге? Видели флаг и что-то новое? Вы постоянно ездите? Есть разница? Враг приблизился? Вообще-то в отношении, если вы имеете в виду Азербайджан, я такие слова не употребляю. Плохой, хороший, какой бы и не есть, это сосед. Ну да, мы видели в некоторых участках. Нейшние власти Армении перестарались так, что широкие территории Армении передали в распоряжение азербайджанских войск. Которые уже мешают, чтобы нам, например, свободно выехать в этот город, в этот южнепрекрасный город. Конечно, мы все против всего этого. Конечно, это сепаратные зельки между Пашьяном и Алиевым. За счет Армении Пашьян все сдает, чтобы удержать власть. Только лишь или он все-таки агент Азербайджана или Турции? Я такие слова не употребляю. Я не знаю, он агент или нет. Я знаю, что он уступает все. Что вы требуете? Что за движение? Мы путешествуем по всей Армении и спрашиваем людей, ведь с этим согласны. И мы находим, что большинство людей с этим не согласны. Есть люди, которые этого не понимают. Они говорят, что это делается якобы для мира. Между тем, когда ты сдаешь одну территорию, то противник или сосед, так сказать, в кавычках, требует еще, еще, еще. И сейчас уже переломный момент в том плане, что люди уже не верят. Где-то порядка 85-90% не верят Пашьянам. То есть то, что говорит Пашьян, они интерпретируют это в обратном смысле, в обратном направлении. А реально этот процесс приведет все-таки к вашей конечной цели, что он уйдет? Конечно, мы уберем его. Но он не уходит уже довольно. Установим справедливый мир с Азербайджаном в границах, защищая наши территории. В том числе, потребуя назад территории, которые сданы около Капана или дорога Горис-Чакатэн, которую он сдал, просто подписал, сдал. Непонятно почему. Вернем территории около села Нейкинганд, которые они заняли, около села Тех и так далее. Это армянские территории. Это армянская, бывшая армянская эссе. Суверене не знаю, да. Вернем территории, которые сданы подло, подло, коварно, сданы армянскими властями. С тем, чтобы якобы добиться мира. На самом деле, от этих уступок мира больше не стало. Наоборот. Да. А скажите, о чем вы говорили насчет аэропорта, что флаг Турции, не только Азербайджана был? Там флаг был, были флаги Азербайджана и Турции, потом Турцию как-то убрали. Это прямо в 30 метрах от аэропорта города Капан. В границах, в административных границах города Капана. Но это тоже, там Азербайджан близок, но они там углубились около 3 километров. Ползуясь, так сказать, без ответственности, политики пошли. Вы утверждаете, что все-таки в народе что-то там сдвинулось и нет доверия, уже нет доверия власти? Да, мы считаем, мы именно так и считаем. Когда у вас будет митинг на Площади Свобода, что вы скажете народу? То, что увидел. Придут? Вейну же не будет. Некуда деваться. Страна сдается, сила за селом сторона сдается. Скоро у нас, они отрежут нам путь, дорогу, нам отрежут дорогу в Иран. Опасаясь всего этого, Иран, например, открыл эту комсульскую службу в городе Капан. Где мы сейчас находимся. Где мы сейчас находимся. То есть, это даже чувствует Иран. Да. Маленькая сторона. Арбяно-иранская граница должна быть сохранена. Если она не сохраняется, то этот Сюник забирают себе, допустим, турецкие или азербайджанские осилии. Это просто Сюник становится пластаром для нападения на Иран. Ваша, конечно, цель образовать правительство временное. Именно правительство или это какое-то антикризисное правительство? Нет, но это будет временное, пока будут свободные выборы. Свободные выборы. Вы войдете туда, и кто войдет? Как вы думаете, есть ли у вас косяк? Я не рвусь в правительство. Я в таком возрасте, что хочу все эти знания, и то, что я предвижу, что случится через год, два, три, я хочу все это передать тому, кто придет. Не обязательно, чтобы я вошел в правительство. Последний вопрос. Все спрашивают, если не Никол Пашинян, то кто? Все равно народ у вас спросит и на митинги, и на встречах. Мы произносим имена пятидесяти деятелей, что запросто могут сменить. Тут вопрос даже не так стоит. Если не Никол Пашинян, то кто? Тут вопрос стоит, почему Никол Пашинян, а не другие? Почему? Почему человек, который, мягко говоря, уступает все? Вы можете видеть, даже в нашей делегации есть пару человек, люди видят нас, говорят, почему не вы управляете этой страной? Что это за это самое? Все, отдать врагу, отдать врагу. Мы не против мира. Но Азербайджан должен понимать, что есть граница. Есть граница. И они уже зашли дальше этой границы. А дальше этой границы означает посягаться на суверенную территорию Армении и не должны действовать. Используют все механизмы, в том числе информационные. Сейчас армянская власть больше борется с Сюники против местных, которые готовят все это захватиться. Отвоевываться свое. Обратно. Тут же все знают, что в эпоху Советского Союза, где была граница. Все знают. Господин Гарантин, извиняюсь, но у меня один вопрос. Я сказала последний, но пусть этот последний. Вы коснулись вопроса экологии. Сегодня лачин закрыли якобы экологи. Но мы сейчас видели, во что превратили наши заповедники. Расскажите, что вы видели. Ну ничего хорошего, слушайте. А почему мы не говорим об этом? Азербайджанская сторона говорит о каком-то экоциде. Но на самом деле наша Сюникская область, которая не только знаменита какими-то месторождениями, но и зеленая территория. Причем там 100-200 летний, самый там молодой лес. Есть тысячелетние платы. Вы говорили о Нейкенганде, да? Нейкенганде, Краснокарь. Там, кстати, Закарь. Это вообще уникальная вещь во всем этом Южном Закавказе. Краснокарь. Знаете, это что? Таких мест нет. Просто. Но во что превратила эта война? Да. Почему не говорят? И вы, политики, почему не говорите? Почему не говорим? Говорим. Как же? Ну, мы же здесь. Мы же здесь. Именно и туда заезжали. Еще на обратной дороге будем заезжать. Спасибо большое. Вы спешите. Я думаю, у нас еще будут такие репортажи на русском языке, потому что многие в Азербайджане работают на информационном поле против Армении. Иногда присваивают все наше культурное и наши идеи, почему-то историю. Ну, если собственной нету, нужно присваиваться. Поэтому мой им совет, создавайте собственную историю. Но не на основе нашей, да? Ну, конечно. Спасибо.